Пожар на улице Озерный, 16, оставил без крова часть жильцов многоквартирного дома в поселке Искатели. Напомню, ЧП произошло накануне вечером. Сгоревшая половина дома не подлежит восстановлению. Об этом рассказал глава поселка Искатели на встрече с представителями МЧС, управляющих компанией и прокуратуры. Жители сгоревших квартир получат временное жилье в районе Вилладжа. В ближайшее время администрации поселка будут переданы 10 квартир, предусмотренных для маневренного фонда. То, что осталось, из всего, да, всё. Коллеги-погорельцы из дома номер 16 по улице Озерная помогают перевозить уцелевшие вещи. Всё, что осталось, помещается в мешки для мусора. Утварь, кое-какие бумаги, сумки с вещами, мебель и техника сгорели. Благо, люди во время пожара не пострадали. Как рассказала одна из жительниц второго этажа, ей, четырехмесячному сыну и брату удалось спастись через окно. Перед этим женщина позвонила в службу 112 и сообщила о пожаре. Пламя полыхало в квартире напротив. Сама в тапочках резиновых, в шортах и всё, что была, вот так, курточку только накинула. Мы прямо со второго этажа с балкона прыгали. Сначала прыгнул у меня брат, потом я ему ребёнка передала через балкон так и сама следом прыгнула. Хотела с документами вернуться. Так сильно испугалась этого дыма. То есть мы остались без документов. Больше ничего у нас нет. У меня даже 6 февраля, день рождения, было у ребёнка. Только-только надарили всё. И вот, дняшка. Сегодня Анастасия с мужем, грудничок, два сына школьника и маленькая дочь живут у родственников. Рано утром семья ходила на пожарище в поисках уцелевшего имущества. Но его не оказалось. Елена Черникова тоже пришла к бывшему дому. Из её окон всё ещё уйдёт дым, и пожарные устраняют последние очаги возгорания. Совсем недавно она закончила ремонт. За обновление двухкомнатной квартиры пришлось выложить 200 тысяч рублей. Что от этого осталось, страшно подумать. Я с работы приехала, и мне позвонили где-то в 7-8 часу, что наш дом горит. Я срочно прибежала сюда. Здесь, конечно, уже всё выгружали из того подъезда, мебель вытаскивали. А здесь уже всё полыхало. То есть я уже даже не могла зайти в подъезд и что-либо спасти. То, что я, как говорится, уже на пожаре была, поэтому я старалась дома ценное не держать. А держать где-то либо у родственников, у которых кирпичный дом, либо ещё где-то. Но только не дома. Для Елены это второй пожар в квартире. Первый случился в 1998 году, в день пожарной охраны, 19 апреля. Тогда удалось спасти некоторое имущество и восстановить квартиру. В этот раз дом сгорел основательно. Второй этаж – чердак, кровля. В тушении пожара были задействованы 8 машин, водовозки, трактор и 44 пожарных. Это отделение противопожарного поста посёлка Искателей и два отделения первой спасательной части города Наринмара. Основная была у нас какая-то проблема. Это конструкция, сама особенность конструкции здания. Почему? Потому что здания деревянные. С наличием большого количества пустотных строительных конструкций огонь скрыто распространялся. Уже вот из тех помещений, где огонь набрал силу, он скрыто распространялся в другие помещения и в чердак. Одна половина 50-метрового дома осталась невредима. Свою роль сыграла противопожарная стена, разделяющая здание наполовину. Поэтому жители первых двух подъездов останутся в своих квартирах. Третий и четвёртый подъезды – это 34 жителя – поселят в пункт временного пребывания на авиаторов 11А, а затем в район Вилладжа. Город мне отдаёт 10 квартир на Вилладже. Ну, это муниципальный фонд наш, то есть посёлок Искателей. Мы заселим Погорельцев, как манёвренный фонд из расчёта 6 метров квадратных на человека. Ну, как у нас было написано в положении. Ну, а дальнейшее, как будет строиться, тогда будем просматривать и предоставлять. Ответ на главный вопрос, что стало причиной возгорания, ищут пожарные дознаватели и полиция. По данным жителей сгоревшего дома, пожар начался в квартире, которая сдавалась в аренду. Её жильцы находились в состоянии алкогольного опьянения. На экстренном заседании в администрации рабочего посёлка представитель прокуратуры заявил о необходимости возбуждения уголовного дела. В большинстве случаев виновникам пожаров удаётся уйти от ответственности. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова